Всем привет! Меня зовут Ира, и сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что мы посмотрим инстаграмы участниц первого сезона Модели Ксель на канале Ю. Я, значит, сегодня хотела сделать себе прическу, разнообразить видео, знаете, вот тут какие-нибудь хвостики. Единственные две резинки маленькие, прозрачные, которые у меня были, рассохлись. Просто уровень причесок от меня, хвост это максимум, и то сегодня его не будет. Я напоминаю, что лучшее, что вы можете сделать, чтобы меня поддержать, это подписаться на канал, конечно же, и отправить это видео своим друзьям. Ну, а мы начинаем. Инстаграм, который я вам рекомендую посмотреть, это, конечно же, мой, поджигай, как я везде называюсь, и в ТикТоке, и в Телеграме, везде вы можете меня найти по такому нику, только здесь на Ютубе другое, но, тем не менее, юг, поджигай, огонь, я думаю, вы улавливаете связь, я придумываю ее на ходу сейчас. В общем, да, буду всех рада видеть в своем Инстаграме, в основном я только что-то в сторис выкладываю, в свои ТикТоки, но они смешные иногда, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Покажу вам Инстаграм Елены Пастух, он закрыт, запрос отправлен, но она его не приняла, прошло несколько часов, и, к сожалению, я не знала, что он закрыт, иначе бы я, конечно, отправила раньше. Следующий это психолог Сабина, чья переделка мне очень понравилась, при этом она почти больше никому не понравилась из тех, кто смотрел, и я вижу, что ее блог, прямо блог инстаграмный, у нее прямо такие подписи на фотографиях, и все очень сильно похоже на типичного Инстаграм-блогера, но мне почему-то кажется, что это какие-то старые. А, нет, 6 дней назад активно ведет, пожалуйста, странно, что так мало подписчиков, по-моему, Сабина очень даже всем понравилась в шоу, и мне нравится, что она оставила свою прическу, то есть это не совсем длинный волос, хотя, подождите, снималась в сентябре, получается, что она еще не успела их отрастить-то очень сильно, наверное, хочет вернуть длину, какая была, но я надеюсь, что она хотя бы не жалеет о том, что в итоге у нее такая прическа, потому что мне она очень нравится. Сабина психолог как была, таким и осталось. Еще Инстаграм Юлия Рыбакова, наша миллионерша, у нее уже 1,6 миллионов подписчиков, когда она пришла в шоу, был миллион, я не знаю, может быть, там было чуть больше, но, в общем-то, это уже и не важно. Ну, тут серьезная работа, продюсер, пиар, коммерчал, экспресс-курс, как заработать в карантин, боже моя хорошая, чем ты промышляешь? Инфобизнесом? Кошмар. Ну, если честно, я не знаю, что тут особо смотреть, потому что у Юлии Рыбаковой изначально была карьера, у нее все было прекрасно, она пришла, ну, скорее всего, пропиарить себя в шоу, и никто не вправе ее за это осуждать, ее же взяли, хотя понимали, на что они идут. Я вижу красивые фотографии, я, кстати, по-моему, даже слушала одну ее песню, ну, ничего так, в принципе. Но фотографии у нее, конечно, такие, за которые меня, наверное, заблокирует YouTube, даже не знаю, хотя очень красивые, мне нравится такая эстетика, шоу-бурлеска, она очень всегда западает мне в душу, так что Юля мне нравится, она, конечно, очень открытая, очень интересная в своем Инстаграме, почему-то такой я ее в шоу не увидела в шоу, она была какая-то капризная, неприятная, и не знаю, может быть, это было ее реальное лицо, ведь все-таки в Инстаграме блогеры это больше образы, чем реальные люди, особенно очень крупные блогеры, но, не знаю, хотелось бы верить, что скорее в шоу был образ, а в Инстаграме она живая, но, если честно, практика показывает обратное. Следующая, на кого мы посмотрим, это Настейша Кир, это девочка, которую выгнал тогда Раков за то, что она плохо кричала, я вижу, что у нее написано в описании, первая бельевая модель России размер плюс, это так здорово, и очень много на английском, я вижу, что у нее есть работы, и я прямо испытываю реально чувство гордости, то есть, что не дал проект Ракова, который ее выгнал, спасибо большое. У нее есть актуальный модул, давайте посмотрим. Просто оцените, сколько там маленьких точечек, это все сторис, то есть, у нее нормально так съемок, а это одна и та же, ну, ничего, может быть, там будут еще 26 недель, нет, это все съемки с одного? А, нет, нет, все-таки разные, окей. Ну вот, человек работает, и очень красивые фотографии, мне нравится. По-моему, это очень круто, вот реально человек работает, вот просто, знаете, без выпендрежья, я работаю, модель плюс сайз, первая бельевая модель, пожалуйста, все, как бы вот мой продающий профиль. Очень и очень круто, я реально за нее очень рада. И даже вот в журнале ее фото есть напечатано, отлично уехала, конечно, вот вы видите. Насколько я знаю, очень много участниц, которые пришли на кастинг модели XL, и те, кого взяли, то есть, вот эти в самом начале, когда их было много, они все уже были моделями либо в начале этого пути, либо уже каким-то среднячком, то есть, не все участницы шли с нуля. Конечно, это очень сильный разброс в уровнях подготовки участниц в шоу, я не знаю, зачем брать те, кто уже имеет какую-то карьеру, либо в ее начале, ну то есть, вы просто пиарите людей, а как бы они уже все знают, чему вы там будете их учить. Либо выберите всех, кто начинает, либо выберите только тех, кто не начинал, но хочет, то есть, иначе это просто как-то неравноценно. Следующая участница, на которую мы смотрим, это Богдана Самойленко, девушку, у которой было пышнейшее афро, и с прекрасным мужем, который ее поддерживал, какое у нее большое описание, модель плюс, фотодизайн, дизайнер, поэтесса, модельер одежды, творческие люди, это золото, просто золото, они могут все, это очень круто. Кстати, раньше я думала, что только один талант есть у человека, то есть, либо ты поешь хорошо, условно, либо рисуешь, но потом как-то мне открылась истина, что можно уметь делать несколько дел очень хорошо, и никто еще от этого не умирал. В общем, я вижу, что у Богдана прямо оформленный по-блогерски профиль, то есть, у нее актуальное все, пожалуйста, с картиночками в одном стиле, но судя по тому, что фотодизайн и дизайнер, то она, очевидно, как бы все, возможно, делала сама. Давайте посмотрим на ленту, ну, первое, что я вижу, это, конечно, такой больше влог для себя, немножечко нет у нее сочетания фотографий, просто я так уже привыкла к вылизанным влогам, где каждая фотка подходит другой по цветопередаче, по оттенкам цвета, по вот всему вот этому, что когда я вижу людей, которые вообще не парятся на этот счет, я так удивлена, потому что как все блогеры в инстаграме следят за подбором оттенка, а у тебя нет такого? Очень странно, хотя, по сути, это выдуманные правила, в которых живут инстаблогеры, и это вообще никакого отношения не имеет к тому, что можно вести блог на самом деле, как ты хочешь. Так, ну что я вижу? Я вижу, где много моделей. Это с модель Excel? Нет, это моя команда плюс сайс Новороссийск. Вау, как здорово. Но она прям боевая, я смотрю, и красивые девушки у нее, это как-то ее агентство, наверное, да? После завершения съемок я решила организовать свою тусовку для девочек в Excel в Новороссийске. Нас уже почти 300 человек. Вау! 50 активных моделей, слушайте, это очень круто. Богдана — это просто потрясающий энергетик человек, просто вау. Что у нас здесь? Челлендж — это участница реалити-шоу модели Excel. А, это все из-за карантин, да? О, ничего себе! Боюсь, чтобы YouTube меня не забанил за такое. Так, а что дальше? Я теперь хочу посмотреть. Так, ага. А, вы все будете в белье. Это... Ага. Угу. Ух ты, какая татуировка классная. Кажется, это благиха, красава. Виолетточка, боже. Очень неожиданно. И YouTube меня точно забанит, так что я прекращаю смотреть дальше. Но вы знаете, где найти продолжение, если захотите увидеть всех. Окей, в общем, что я вижу, что у Богданы все-таки свое агентство. Как вам на мне такая шляпка? Мероприятие со шляпками на съемках. А что это за мероприятие? Разве это было? Я что-то пропустила? Не помню шляпок никаких. Ну, ладно. В общем, я вижу, что у Богданы все очень круто. Я вижу фотосессии. И мне очень нравится, что у нее была бешеная энергетика в шоу. Я не вспомню, почему она ушла. Потому что, по-моему, провалила задание вот этого, да? С редисом. Ну, кажется, да, потому что больше фотографий нет. Я не помню. По-моему, из-за того, что все-таки она изменила прическу, она не смогла это как-то принять сразу. И из-за этого хуже работала и ушла. Хотя я вижу, что у человека абсолютно просто бешено лупит по всем энергии. И я даже как-то зарядилась от ее инстаграма. Поэтому я не понимаю, Богдана, как ты могла уйти? Мне кажется, если бы Богдане дали больше еще времени, и она бы запила уже на свою прическу, мы бы увидели что-то просто нереальное. Давайте теперь посмотрим на Яну Седокову. У нее гораздо больше подписчиков, чем у остальных. Ну, кроме Рыбаковой, не будем ее считать. Там никто не переплюнет. Но я вижу, что Яна прямо супер-блогер. Очень здорово. Так, что тут еще? Опять же, это же блог, который ведется в очень непривычном лично для меня стиле. То есть, как я уже сказала, я привыкла видеть людей с другими цветовыми гаммами в профиле. Это неплохо. Я ни в коем случае там не сижу и не считаю, как должен выглядеть блог. Просто, опять же, я привыкла к другому. И меня, как и любого человека, удивляет, что бывает что-то кроме того, к чему ты привык. О, боже, Яна, моя хорошая. Разве ты так выглядишь? Ну, Яна, был такой нос. Я не знаю, может, я бы что-то пропустила. О, влажная женщина, мой любимый кадр. Ну, вы знаете, я люблю Ракову и все, что он делает, все, что с ним связано. А вот и лучшая фотография недели. Мне кажется ли, как будто бы фотография у нее в Инстаграме не такая, как была на самом деле? Или такая же? Яна умеет удивлять, что-то меня тут все удивляет, что у нее есть. Яна красивая девушка, с этим совершенно нет смысла вообще спорить. Все красивые, я не знаю, я про всех могу говорить, что они красивые. Просто... Ладно. Не, ну это до проекта. Видно, что человек просто вел свой блог, как бы не напрягаясь. Здесь уже, да, больше такого, что с рассказами, красивые фотографии. Мне нравится. Мне нравится. Но в Инстаграме она, конечно, выглядит не так, как она выглядела в проекте. И если бы я увидела человека без подписи, я бы ни за что не подумала, что это Яна. А описание-то какое пышечка и хороший человек. Ну, что за прелесть. Так, идем дальше и идем к Лейле. Очень хочу к Лейле. Участница реалити. Лейла Амар История. Видимо, там что-то интересное, какие-то события. Раз уж даже хэштег вынесен в описании. Хореограф танцевщица. Прекрасно. Плюс сайс модел. Ведущее мероприятие. Прикольно, прикольно. Опять же, подписчиков много. То есть человек прямо супер блогер большой аудитории. Я вижу, что здесь есть какой-то свой такой интересный жанр. И мне нравится видеть здесь фотографии с танцев. Боже, какая она улыбчивая, какая красивая. Очень здорово. Ну, это просто другой человек. С челкой реально просто как другой человек. Она же не с челкой приходила изначально. Она просто так переживала, что ей отрезали волосы. Но это же парик, по-моему. Нет. Нет, нет. Все, я вспомнила. У нее были черные волосы с отросшей челкой. Значит, все, это ее челка. Это просто я уже что-то задумалась. Нет, нет. Все ее. Все родное. Ну, мне так нравятся наряды восточные у нее. Вау. Прямо-таки. Красота. Про Регину Тодоренко. Надеюсь, она ее не оправдывает. Нет, все здорово. Все нормально. Осуждаем Регину Тодоренко. Все. Все как должно быть. Но, опять же, тут нет каких-то модельных работ. Что-то такое, на что можно было бы посмотреть и оценить. Она плюс-сайс модель. Но это вторично. В первую очередь, она хореограф, танцовщица, ведущая мероприятий, наверное. Ну, сейчас не особо, потому что мероприятий-то нет. Но, в общем, я рада, что у Лейлы все хорошо. Что она, надеюсь, уже не переживает свои волосы. И научилась работать и с ними тоже. Все очень-очень круто. Следующая накопа мы посмотрим. Это будет Дарьяна Яц. Как мы помним, она изначально была представлена как блогер. И у нее 42 тысячи подписчиков. Круто. Потихоньку переезжая на другую страницу. Почему? Непонятно. Дышала одним воздухом Сергеем Лазаревым. Ну, это важное достижение. Достойное описание. Совершенно не поспорю с этим. Вам не нравится позирование со своей фотографией? Класс, класс. Вижу рекламу, рекламу. Окей. Все, значит, востребована как блогер. Здорово, замечательно. Ватрудинов. Окей. Она там участвовала в плане G? Что такое план G? Там же план B был. Что это все такое, я не понимаю. Ну, опять же, Дарьяна больше ведет себя как блогер, как человек, который не занимается какими-то модельными съемками, да, а больше про то, чтобы рассказать что-то о себе. Здесь нет каких-то супер, там, модельных работ, которые можно посмотреть, ну, вот это, например, неплохо, кстати. Мне нравится ее лицо здесь очень. Ну, это до модели XL, потому что у нее длинные волосы. Но все-таки, посмотрите, Дарьяна всегда умела показать себя с выгодной стороны. Это дорогого стоит, очень дорогого. Портфолио. Есть портфолио в сторис, давайте посмотрим. Неплохо. Очень даже. Ну, низ немножко нет, из-за того, что вода как-то странно покрашена в фотошопе, наверное. Но верх лицо мне очень нравится. Класс. Только подмышку как-то очень странно зафотошопили, и она выглядит просто как неестественно. Вот, да, да, неестественно. Красивенькая. Походочка на показе, замечательная. Красивое лицо, мне очень нравится. Вау, какая эмоция. Здесь на Кате Голышеву, тиктокершу, похоже, по коже. Красивая походочка, прямо вот модель, и как худенько выглядит. Ну, такая-то обычная фотка. Мне нравится. Нет, слушайте, ну, Дарьяна прямо классно фотографируется и выглядит на фотографиях. Очень яркая, очень клёвая. Что-то с речью клёвая, классная, мне нравится. Ой, вот это очень красиво. Боди-арт прямо нереально красивый. И мне нравится ободок, мне нравится взгляд. Посмотрите на этот взгляд, который не в камеру вот так уперт. А он куда-то туда, и ты как бы думаешь, куда же она смотрит с таким выражением лица красивым. Боже, великолепно. О, ничего себе, какая творческая съёмка. Ух ты. То есть, Дарьяна, смотрите, это что, реклама кроссовок? То есть, Дарьяна всё-таки модель, но почему-то всё своё портфолио, вот это вообще, конечно. Здесь у неё лицо, макияж. Макияж – это нечто, мои хорошие. Дарьяна, да, всё своё портфолио спрятала куда-то в... То есть, Дарьяна, да, спрятала своё портфолио куда-то в актуальное, и это невозможно увидеть сразу. То есть, если бы я зашла как, возможно, заказчик, я бы даже не обратила внимание на это актуальное. Хотя, пожалуйста, Лориаль. Ой, как красиво. Мне очень нравится. Ну, Дарьяна в Инстаграме выглядит вообще не так, как она выглядела в шоу. Опять же, в шоу она была больше. Ну, прям сильно больше. Я не знаю, с чем это связано. Пожалуйста, Гарик Рудник рекомендовал Дарьяну Сергею Лазареву. Я помню, что Дарьяна очень понравилась Руднику. Он её очень хвалил за её артистичность, за её активность. И то, как плавно она танцевала, это был конкурс с танцами, тот самый тупейший конкурс просто в истории. Но что в итоге? Дарьяна снималась в клипе Сергея Лазарева. Вау. А, да-да, я помню этот клип. Я помню, он очень классный. Ой, Дарьяна как сыграла. Мне нравится, мне нравится. И в клипе как он-то. Ну, в общем, это очень здорово. Дарьяна, почему всё спрятано в актуальное? Почему ничего нету здесь в ленте? Прямо грустно от этого. В общем, я за Дарьяну рада, но в Инстаграме она выглядит совсем так, как она выглядела в проекте. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, проблема в проекте. Всё-таки на телевидении все выглядят больше, чем они есть в реальной жизни. Не так уж почему-то сложилось. При этом я бы не сказала, что Дарьяна как-то там фотошопит себя. Нет, ни в коем случае. По крайней мере, я этого не вижу особо. Но по-другому, реально просто по-другому человек воспринимается. Пока, на мой взгляд, Дарьяна одна из самых успешных участниц. Как мы помним, её не очень любили вообще зрители. И она была такая, как будто бы немножко лицемерная, по мнению многих. Мне так не очень казалось. Но это возможно. Почему нет? Там вообще все были странноватые после монтажа-то. Давайте теперь посмотрим на Женю Тупикова. Так, Катерина Бург, медицинский лабораторный техник, мама самого любимого сына, модель Сайз Плюс. Плюс Сайз же, ну ладно, не важно. В общем, Евгения Тупикова. Так, я вижу работы из шоу. Я вижу личные фотографии. Влог ведётся, всё замечательно. А, вот, вот та часть серии с шляпами и конями. Это где? Это кто? А когда была Анна Вузова? Вышла какая-то серия, которой я не знаю, что это. Что это за испытание с коняем? Судя по комментариям, не по телевизору, не на ютубе. А где, для чего тогда была эта реклама, если её никто не увидел? В чём суть, чтобы просто все выложили эти отрывки себе в Инстаграм? Что? Очень много вопросов и очень мало ответов. У Жанна Вузова, конечно, выглядит рядом с девочками просто как истинная жертва шоу-бизнеса. В общем, что я тут вижу? Модельных работ, вот, одну увидела. Мне очень нравится, очень красиво. А других особо-то и нет, кроме тех, что были из шоу. Но всё, что было в шоу, мы знаем. Я прям много из шоу выложила, больше всех, наверное. В общем, оценивать особо нечего. Зато мы узнали, что было какое-то конное испытание, о котором никто не знает. Кроме участниц, и зачем оно было, и взрыв мозга. Если вы знаете, что это за испытание с конями, пишите в комментарии. Я первый раз это вижу у них в Инстаграме, если честно. Пока я заметила, что очень мало участниц прямо по блогерски как-то ведут себя, показывают какие-то супермодельные результаты. Мне кажется, это как-то странно. По крайней мере, я сравниваю с тем, что я видела в топ-модели по-украински. И там, когда закончился сезон украинской топ-модели последней, у всех были просто супермодельные бомбезные Инстаграмы. И, как вы помните, вы можете оставить это видео, оно есть у меня на канале. Поэтому меня прям удивляет видеть не такое же здесь. Хотя, конечно, я понимаю, что в плюс-сайз моделинга все немножко иначе. И это не так просто сразу же стать супермоделью. Плюс у них не было, как у украинских моделей Ukrainian Fashion Week, на которые можно всегда прийти после проекта. Как бы у нас некуда прийти в Россию. Спасибо. Просто сфера моделинга прекрасная. Ну и плюс у нас есть проблемы с некоторым вирусом, который запер нас всех дома и тоже подорвал работу многих моделей. В общем, я надеюсь, что все-таки у всех все будет хорошо, а не только у Дарьяны. Так, Сашу Коняхину я здесь сверху пропустила. А, Айлин, точно. Давайте Айлин сначала. Айлин, певица, вокал-тичер, прекрасно. Картины. Тоже блогер, замечательно. И тоже ни одной модельной работы. Но реклама бузовой вот эта вот, пожалуйста, что бы это ни было. Поговорили о чем-то, какое-то шляпное испытание. Что это? Что это? Этого никто не видел. Ни по телевидению, получается, ни на Ютубе. Что это такое? Да, Айлин, тут тоже ничего нету, что можно было бы оценить. Только то, что было на проекте. Вау! На чулок мне надевают датчик от микрофона. Нифига. Датчик от микрофона. Ничего себе. Но выглядит трава просто попс, попс, попс. Позируй, позируй. Я уже разговариваю песнями с тиктока. Меня уже не спасти. Ну да, все-таки Айлин всегда была певицей. У нее по инстаграму видно, что человек интересует пение больше, чем модерин. Хоть она и попала в шоу и очень много отметилась, и даже с подушкой челлендж. Но все-таки это не модельная работа. То есть, ну, по крайней мере, я не вижу здесь какого-то особого моделинга. Вижу просто блогинга, то, что человек скорее певец, певица, точнее, чем модель. Опять же, мне просто нечего вам показать, кроме того, что мы опять видим это непонятное конное испытание. Идем дальше. Теперь смотрим на Сашу Коняхину. Участница шоу модели Excel, основатель бренда Zephyrko Plus Size. Ничего себе! Модель Plus Size. Давайте на бренд посмотрим сначала. Ой, мне очень нравится логотип. Очень. Там такая зефирочка миленькая, похожая на цветочек. Очень здорово. И Леру Нечаеву снимает в своем бренде. Класс. И себя. Сразу видно, кто хорошие подружки. Здесь просто Саша с Лерой сами себе сделали модельное портфолио. И, по-моему, в этом нет ничего криминального, могут себе позволить. И мне очень нравятся фотографии. Вот здесь немножко неудачно низ выглядит. Да и стиль, если честно. Но мне нравится энергия. Энергия вот этой вот радости какой-то. Круто. Миленькая. Интересно, почему она решила сделать свой бренд? Это ее мама? Предположу, что да. Мне нравится свитер. Мне нравится вообще свитера. Очень красивая расцветка. Такая она. Хорошенькая. Хотела как-то патриотично, потом поняла, что цвета в русском флаге в другом порядке. Не обращайте внимания на меня. Но мне нравится. Мне нравится, что она снимает Леру. Мне нравится, что она сама очень активно снимается. И при этом фотографии красивые и классные. Ну, Лера, конечно, украшает любую одежду. Здорово. Меня почему-то очень радует, что человек сделал свой бизнес. Что он снимает там одну из участниц и как-то и себе портфолио, и ей. В общем, круто. Вот. Вот тут вот первые вот эти вот шесть фотографий чисто вот в стилистике, которые я привыкла видеть. Вот это вот мое родное знакомое. Это очень красивый кадр. Мне очень нравится, как она села. Очень красивый. Да, я просто говорю очень красивый, потому что я не знаю больше других слов. Когда красивый, я говорю, что красивый. Что мне еще сказать? Класс. Ой, ну просто любая обложка модного журнала. Посмотрите, какая красивая фотография. И Лера, и Саша. Просто две богини. Мне очень нравится. Саша, по-моему, бесила вообще всех в сезоне. Я не знаю, я не видела вообще положительных комментариев про нее практически. При этом у кого офигенные фотки в Инстаграме? При этом кто вообще хорошо ведет Инстаграм? Саша. По-моему, она была моложе всех. И сразу понятно, что человек улавливает, как надо себя показать после проекта. Вау. Мне нравится и белье, и вайп фотографии, ее лицо, цветокоррекция. Это очень красиво, потрясающе. Блин, нет, ну Саша все-таки красивая. У нее интересная внешность. И она цепляет. Вот она прямо реально тебя остановится, посмотреть. Посмотрите. Вау. Это очень красиво. Мне нравится. Бози какая-то, грица, победительница. Наконец-то хоть есть на что посмотреть. Очень много модельной работы. Прямо очень. А это до проекта. То есть она была моделью и так. Ух ты. Просто еще лучше показала себя в шоу. Купальник, конечно, реально ужасный. Зая где-то вообще взяла. С такими съемками такой купальник иметь. Вау. Ребят, ну это... Это потрясающий кадр, действительно. У него прекраснейшая эстетика. Мне очень нравится. Ничего себе. Всем рекомендую зайти в Сашин инстаграм. Это очень красиво в первую очередь. Я очень рада, что у нее есть и свой бренд. И красивые такие фотографии. Замечательно, что она модель, она востребована. По-моему, это очень классно. Если я не ошибаюсь, кто-то мне писал, что Коняхина говорила в прямом эфире или где-то там, что у нее нет рекламных предложений или что-то в таком духе. Или это было не про Сашу. Ладно. Не буду врать. Не помню, про кого это было. Но я вижу по ее инстаграму, что у нее все хорошо. Или, возможно, это иллюзия, что все хорошо. Не знаю. Не знаю. Ну и раз такое дело, идем к Лере Нечаевой. Практически ничего нету, кроме плюсса из стыд. Что это такое? Связаться съемок. Непонятно, что это. Стиль, наверное. Окей. О, ну я прямо сразу вижу, у Леры есть съемки. Съемочка. Это для бренда? Да, для бренда. Или другого? Не для Сашиного. И мне очень нравится. Класс. Я в Лере не сомневалась. По ней в проекте было видно, что она целеустремленная, классная. Кстати, к Саше выгнали вот сразу же вместе. И теперь, когда я вижу, что у них какой-то бренд, и они там вместе снимаются, и вот такие даже съемки, по-моему, их выгнали не просто так. Того требовала игра. Ну вот я говорю, это было не просто так, сто процентов. Выглядит круто. Мне Лера нравилась в проекте практически сразу. Нет, вначале у меня были подозрения из-за того, что Раков как-то очень странно к ней относился, и были как будто какие-то поблажки. Но вот середины мне она стала очень нравиться, наравне с Леной, за которую я болела. И я вижу, что не просто так, это действительно человек, который понимает, зачем она в модеринге, что ей надо делать там. У нее очень красивые и просто прекрасные фотографии. Вау. Мне нравится, что это реклама корсетов, и в нем участвуют люди разных типажей тела. Хорошая идея. При этом эстетика, как эстетично, красиво все это выглядит. Здорово. Вау. Просто. Это знаете, как американские блогеры постоянно такие кьют, 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 кьют. Я просто иногда смотрю, и вот я хочу сделать так же и тоже говорить одно слово. Просто кьют, 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 кьют. Миленько, красивенько, здорово. Мне все нравится. Боже. Ну, это прямо Кристина Агилера в свою последнюю эпоху. Вау. Мне нравится. Это что? Ян, это не ребенок Леры? У нее что, есть ребенок? Нет, наверное, сестра. Предположу. В общем, мне все нравится. У Леры очень красивые фотографии. Агрессивно красивые. Просто на нее смотришь и не понимаешь, как можно быть такой великолепной. У нее и лицо, и фигура, все при ней. Поэтому я надеюсь, что она и востребована, и все у нее хорошо, потому что, безусловно, она этого достойна. Так как она очень трудолюбивый человек, она очень старалась в шоу, она все делала четко, и, пожалуйста, человек работает, у него все хорошо. У нас осталось наши три финалистки. Виолетта, Вика и Лена. Давайте сначала посмотрим на Виолетту. Прекрасно. Гуччи. Вау. Ну, я, во-первых, да, вижу очень много открытого тела. Я бы с удовольствием открыла, но я боюсь, что Ютуб просто меня, особенно за второе видео, просто уничтожен. Это вот то видео, которое было у Богданы. Так что вы все еще можете увидеть его у Богдана, если захотите. Да, здесь просто съемочки, фотографии, точнее, с проекта, с проектом практически ничего другого. Белоснежка. Красивенько. Кстати, многие вот говорили, у Виолетта губы уточкой. Очень неестественная талия для Виолетты. Так вот, губы уточкой. Но прикол в том, что у нее просто они так сделаны. То есть, это больше работа мастера, как там называется, косметолога. То есть, это косметолог просто такие губы сделала, она просто не может их по-другому вообще поставить, получается. Ну, я сужу по фотографиям. Конечно, я не знаю там жизни и так далее. Но у меня есть такое ощущение, что человеку просто, ну, такие губы. Ну, они так сделаны, что они вот так выглядят. Вот все время как будто бы надутыми, но у нее просто они такие. Потому что они, ну, с филерами или с чем-то там. И это неплохо. Просто объясняю, почему ее губы выглядели так. Добро пожаловать в обитель малышей. Карандаши. Какую обитель? Мне даже стало страшно. Но, опять же, оценивать особо нечего. Я даже в актуальном не вижу, чтобы были какие-то модельные съемки, как было у Дарьяны, например. Но я вижу, что у нее все замечательно, судя по последним съемочкам. Все прекрасно. Из старенького тоже особо ничего не вижу. Ну, да, Виолетта, кстати, была одной из тех, кто был на плакатах. По-моему, это очень круто. Вот ее старые фотографии. Ну, старые – это обычная жизнь человека. Ничего модельного там как бы никто особо не ожидает увидеть. Но ничего нового пока мы тоже не видим. Значит, нам остались только Вика и, в общем-то, наши победители. Давайте поднимем к Вике. Во-первых, у нее был закрытый профиль, и она меня очень быстро приняла. Большое спасибо. Ее аватарка – это очень интересный выбор. Интереснейший, я бы сказала. Почему Инстаграм не задается вопросом, где это на аватарку. Потому что Инстаграм очень любит удалять все, что хоть немножечко похоже на обнаженку. Когда все сразу же уничтожается, но, если у девочек получается обойти все правила, я снова не вижу у Вики особо модельной работы. То есть, да, я вижу у нее ават. Кстати, это что-то, где снималась и Виолетта тоже. Красиво. Неожиданно. Так, ну, это точно до проекта я вижу все такое свое домашненькое. Так, ну окей. Красивые фотографии с люстры. Мне нравятся тени, очень здорово лежат. И здесь. Но съемка ли это для чего-то, по-моему, нет. Не уверена. А, нет, наверное, да, потому что она в разной одежде. Ужасное цветовое сочетание. Даже Вика не вытягивает. Просто ужасно выглядит. Но Вика хорошо выглядит, одежда плохо. А, нет, все, точно съемка. Вижу, вижу. А где результат с этим халатиком? Не вижу. Но мне нравится. Очень красиво получается. У нее все-таки такое лицо продающее. Вот у Вики все-таки продающее лицо. И она здесь не с таким лицом, как она была на фотографиях, в каталоге у Чехова. Вспомните. Совершенно другое лицо у человека. И улыбочка. И еще одна улыбочка. И такая небольшая надменность и интерес. То есть все-таки другие лица есть в ассортименте. Да, это, пожалуй, самый дорогой образ Вики. И очень-очень красивый. Проект, проект, проект. Ничего такого супермодельного. Эта фотография, мне кажется, все еще бесконечно прекрасная. Мне нравится. Боже, по-моему, даже этот кадр лучше, чем то, что было в проекте. Хотя это просто, как называется, закадровая съемка. Кадры, которые мне понравились, гораздо больше, чем Ленин, конечно же. И больше ничего я не вижу здесь особо проектового. Ну, ладно. Зато посмотрели на ту съемочку одну красивую. Без бывших мужей, детей, кредитов. Ну, это самое лучшее, что может быть в жизни. Не иметь бывшего мужа, детей и кредитов. Молодость дана нам для этого. И все-таки наша победительница Лена Терехина. Follow Jesus. Lenusik with God. Окей. Наверное. Что? Так, ладненько. И ничего. Ну, все фотографии не относятся к модулингу. А вот это? Первая фотосессия. А, это на ребенком фотосессии. Домашняя какая-то. Окей. Окей. Вот это съемка для чего-то. Личная фотосессия как модели после одного проекта. Какого проекта? Так, это для себя. Непонятно. Но мне нравится. Мне нравится ее лицо. Мне нравится ее фигура. Как она выглядит. Очень красивая фотография. И нога не исчезает за другой. И руки поставлены. Лена, очевидно, тоже была с опытом, приходя в шоу. Точно с опытом, пожалуйста. Что-то у нее уже все было. Это ее фотография с подругой, которую ее не взяли, и которая взяла Лену с собой за компанию. Знаете, у меня тоже есть несколько таких историй в жизни, когда я брала кого-то за компанию, пойти со мной туда, куда мне хотелось больше, и брали этого человека, а не меня. Просто story of my life. Но я вижу, что да, это больше какой-то блог для себя. И каких-то большого количества модельных фотографий я тут не вижу, к сожалению. Главное, они поедут осенью. Из-за того, что у нас есть вот это. Вот это вот не будем называть вслух. Я думаю, что и работы в агентстве, к сожалению, тоже переносится. Потому что как бы... Ну, вы поняли. Вы поняли. Ммм, красивый макияж. Очень. И мне это нравится. В общем, опять оценивать нечего. Победительница посмотреть нечего. И даже в актуальном неправильно названном Малель. XL. На U. А вот плюс сайз Мо. Надеюсь, там портфолио. Красиво. Боже. Вот чего мне не хватало на шоу, так это портретов крупных. Вот чтобы лицо было вовсю, весь кадр. Очень мало. Ой. Пожалуйста, пожалуйста. Красота. Неожиданно, но красиво. Пончику захотелось. Агрессивно мне. Мне нравится. Это не бренд Чехова? Кстати. Нет. Вот другое. Не Чехова. Она везде улыбается. То есть у нее... Видите, везде улыбка, улыбка. Одна и та же улыбка. В общем, из всего, что я увидела, мне больше всего понравилось, конечно же, Ленусик Визгад и Фоллоу Джизус. По-моему, это просто потрясающе, если честно. Пока я тут с вами смотрела инстаграмы, Елена Пастух одобрила меня в подписчики. Елена, я уверена, что вы опять смотрите мое видео, и вы знаете, что вы попадете в него теперь-то. Так, и что я вижу? Ну, это из шоу. Тут какие-то свои съемочки, несколько кадров из шоу. Опять же, о каких-то особых я не вижу модельных работ, зато вижу очень красивую фотографию на фоне гор. Вообще другой человек, просто другой. Посмотрите. Очень много всякого бэкстейджа из проекта, всего из проекта. Серьезно, и даже что-то с Андреем и... Не жена офицера, а вдова офицера. Там была такая реплика. Я что-то забыла ее уже. Какой ужас. Граница эмоциональной распущенности. Ну, звучит не очень, если честно. Действительно, вообще не очень. Вдова офицер. Фу. Анфиса, красиво как. Вообще, мне очень жаль всех участниц, потому что, по сути, шоу вышло в карантин. И когда она закончилась, даже те, кто хотел бы с ними работать, просто физически не могут предложить им ничего. Самое неудачное просто стечение обстоятельств. Знаете, что мне еще интересно? Мне интересно увидеть инстаграм бренда Чехова, если он есть. Потому что я хотела его знать. Если там какая-нибудь съемка с Терехиной. У Анфисы Чеховой ее бренда нету в описании. Отлично. Как мне вот теперь его найти? А вот Байче. Ага. Ага. Пожалуйста. Я все нашла. Я все нашла. Писачехова и Катя Быкова. Даже моя какая-то знакомая подписанная. И Лену Терехину я здесь не вижу. Нет. Это Боярская? Вряд ли. Да, Пискова Анна. Очень похожа издалека на Боярскую. В общем, с Леной не вижу. Она должна быть лицом бренда. Где? И где лицо бренда? Вы обещали человеку. Ну, видимо, опять же, после карантина. По идее, они же... Я просто думала, что типа закончится шоу, а у них уже все отснято. Они просто вкидывают все, что сделано. Но нет. Они об этом не слышали. Просто привет топ-модель по-украински, которая отрабатывает все после шоу гораздо лучше, чем модель XL. Коллекция COVID Fashion. Боже мой, вы серьезно? Ну, ладно. В общем, ясно. Я ожидала видеть съемку с Леночкой. С Леночкой съемки нет сегодня. Это все. Пишите в комментариях, на кого из девочек вы подписаны, на кого захотели подписаться, за кем захотели следить теперь. Я уверена, все будут к Богдане смотреть это видео со всеми участницами. Ну, или частично со всеми. Я не знаю, сколько там из них в итоге приняло участие. Но, тем не менее, видео горячее. Мне как-то жаль, что практически вообще не было модельных работ, потому что хотелось бы увидеть успех всех, как это было в топ-модели по-украински, но к хорошему привыкаешь. И, конечно, это возможно не у всех, да и не сейчас, потому что не самое лучшее время для этого, увы. Всем вам большое спасибо за просмотр. Ставь лайк, спасибо за это видео. Подписывайтесь на канал. Мы посмотрим еще другие шоу, посмотрим какие-нибудь еще инстаграмы. Я так давно торчу вам, супермодель по-украински, третий сезон. Дай бог, я сниму это видео. Подписывайтесь на мой тикток, на инстаграм, на телеграм-канал. Обожаю свой телеграм-канал, пожалуйста. Хочу, чтобы все его оценили. А, на инстаграм, конечно, мы же сегодня смотрели инстаграмы. Всех там жду. И до скорой встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...